Два шага, чтобы мы смогли сделать замер. Около двух лет назад у Натальи диагностировали саркому мягких тканей голени. Врачи сказали, нужно ампутировать ногу, иначе раковые клетки начнут шествие по всему организму. Мне дали время подумать. В течение 40 минут я приняла решение об ампутации, потому что у меня были сильные боли. И потом я уже была наслушана, что такое саркома и как она себя ведет агрессивно. Не успела девушка оглянуться, как уже сидела в инвалидной коляске. Дальше Наталья узнала о протезировании и о том, что получить протез можно абсолютно бесплатно. Лидеры на рынке такого оборудования американцы, но и наши местные изобретатели готовы дать им фору. Мы очень хорошо исследовали фазу переноса, когда человек ходит на протезе. Это позволило нам сделать коленный модуль, который конкурирует с западными аналогами. Самое сложное здесь – это изготовление самого коленного модуля, потому что очень сложное изготовление всех этих деталей, гидравлический или пневматический цилиндр. Для того, чтобы сделать этот модуль, мы подписали соглашение совместно с правительством Республики Бурятия и с подразделением Роскосмоса. Пока коленный модуль заказывают и за границей. В компании говорят, что даже те протезы, которые они уже производят, на голову выше многих отечественных аналогов. Повышенных функционал и не только. Каждый протез индивидуальный, он изготавливается только по меркам с культиинвалида. То есть никакая другая культипроводная гильза не подойдет к человеку. Потому что это все сугубо индивидуально. Плюс ко всему важна легкость. Вес протеза небольшой. Учитывают не только практическую сторону, но и эстетику. Здесь и учитывают нюансы мужской протез или женский. То есть вот это все нужно учитывать, чтобы, например, если это женский протез, чтобы женщина могла носить юбку. То есть если это будет, например, шире, чем здоровая нога, это будет некрасиво, это будет неэстетично. И женщина не сможет надеть юбку. Для того, чтобы произвести изделие с нуля, нужно максимум три месяца. Цена протезов от 80 до 800 тысяч рублей. Разработки сертифицированы. Государство их признало и готово оплатить инвалидам это приобретение. Наталья же с нетерпением ждет конца месяца. Ведь все это время она осваивала ходьбу на учебном образце. Даже вновь села за руль. Как вы думаете, вы от тросточки сможете отказаться? Смогу. Как скоро? Ну вот я в конце ноября получаю протез основной уже. Но ко всему привыкаешь. Обувь-то новая, купишь-то, не привыкнуть надо. Здесь адаптируюсь я к новому протезу. Я думаю, что смогу. В месяц компания готова покрывать потребности 10 пациентов. Ася Касьянова, Сергей Медведев. Новости дня.